Добрый день! Сходил на базар, ничего особо не купил, но продолжаю избавлять Омск от рубанков. Перекупщики уже решили, что я беру все подряд, принес целую кучу. Взял, но предупредил, что не совсем это то, что мне надо, и поэтому, чтобы не надеялся, то он будет скупать. Но опять же, цены что-то растут, как-то непонятно, но в целом вообще как-то и на базаре становится все что-то как-то дороже. С другой стороны, люди понимают, сравнивают цены в интернете, хотят продавать, в интернете за 1000 продаем, значит я буду за 800. Ну а смысл покупать тебя за 800, если оно есть за 1000 в интернете, и ты поехал, точно купил, чем ты можешь годами ездить и не купить. Ну вот купил такой вот рубаночек интересный, ну как сказать, он забавный, но неценный. Цена 3,80, завод сейчас не скажу, со знаком качества. И главное достоинство целые ручки, потому что что-то в основном попадают со сломанными ручками. Вот он алюминиевый, вот мне попадался такой, на него наклеивали деревяшку снизу, чтобы он был, ну не мазался, скользил лучше. Вот здесь человек наклеил железо, видимо припаял, не поленился. Скорее интересен, как, не знаю, до, ну 150 рублей, ну за 200 там, не знаю, за 300 выставить в интернет может. Ну, до кучи могут взять, могут не взять, может просто кому-то понадобится, там, не знаю, забор подстрогнуть за 300 рублей, блин, ну целый. Вот такой вот рубанок с металлическим, с железным основанием. Банок номер два, вот такой. оба комбинирование называется это рубанок и закон вроде названия сломана опять задняя ручка и это сломано 150 ну и я показывал недавно за полтинник такой взял но заехал на базар за 500 продают но единственное что здесь вот другого типа и целая ручка еще сильнее сломана пытаются на базаре за 500 продать но уже там продают с лета как минимум вот ну да куча пущая будет за сколько я не знаю продам я думаю за сколько то продам то что бывает даже вот эту часть по отдельности начинают продавать там то сотенка то две сотенки там колесико там по полтинничку и выходит оно еще кто-нибудь авось купит ну единственная проблема вот с этими рубанками с их продажей они они до кучи к хорошим скажем в нагрузку люди их покупают хороших не так редко попадается и 3 3 рубанок без ручек но этот шархебель вас я вообще не понял кто-то говорит что это шархебели несмотря на прямой ротик другие говорят что нет это не шархебели то есть бывает шархебеля бывает не шархебель похоже здесь какая-то плохая сталь на ноже клема нет но вот он срезан то есть как будто ну не самодельный сотов погнуть умудрились как ну тут если отбить за его пупырышку как это назвать для задней ручки смогли то постарались вот единственное здесь что хорошая прижим вроде родной с винтом у меня есть другой рубанок у которого нет одно у меня родной прижим с винтом неродным соответственно товарный теперь дешевле он получается стоит вот поэтому я ну то есть туда переставлю повышен цену того то есть это за полтиннику но вот это вот если без тех двух возможно стоило взять только вот этот за полтишок ради вот этого прижима потому что ну вот он сразу тот товарный вид получает с родным прижимом вот и тот я допустим ну на тот же полтишок на сотку смогу на сотку не надо больше продать то есть она есть на резон что это я поставил ну и остается мне какой-то там лезвие стоит она чего-то не стоит вот можно конечно поразвлекаться то есть это чугун к нему варить сложно самый такой оптимальный вариант это выровнять площадку взять металлический квадратик и иона 4 допустим винта привинтить и в нем уже просверлить то есть ручка будет чуть выше ну и там срезать но опять же смысла нет то есть для себя если вот у вас там это единственного банок и негде купить сюда это возиться можем потому что это выровнять вырезать сверлить и нарезать резьбу это тут не стоит она того есть еще одна у меня вы какие мыслишки какого чем он может быть интересен если из него сделать этот рубанок для донца там мы все равно то есть здесь засверлиться рукоятку и вот какие-то маленькие эти в донце строгать как раз вывести плоскость что довольно толстая там как раз вот эти вот ручки то и не нужны нужно вот сюда какую-то сделать вот для этих целей он может пойти поэтому может быть я его тоже как-то смогу кому то за какую-то денежку ну вот то есть разбогатеть на этом не разбогатеть вот я съездил что не зря съездил что-то купил то есть я вот на 350 купил там на 500 это продам ну да вот это может 300 ну может 600 ну всем может быть 700 ну опять же как повезет когда это вернется вот что а и купил за полотенчик вот такой уголок там не продается не особо удобный но он чем чем такую бывает надо есть эти вот которые снизу толще которые можно поставить они хороши для своих дел а бывает надо уголок где-то на плоскости то есть как раз именно чтобы он плоский был вот так вот положить еще куда-то приложить допустим вот здесь надо разметить как то вот так и вот тогда плоский бывает нужен пускай будет разметочный инструмент вещь полезная чем больше чем разного тем удобнее работать тем тем быстрее тем интереснее вот угольничка разметочный на так уж и продавцов малость погода плохая холодно здесь снег метет ветер вот но еще польза переезжает на другое место блошиный рынок то есть я теперь ну знаю куда то его я приехал а куда чего податься куда пойти куда податься проверить раз и проверили в принципе почти 90 вот но кстати вот это вот мне сейчас пришла мысль что для донса то вот он самое то то есть он целый угол ну блин далеко от 90 а тут какие-то выше рубинки из-за них может до равнять надо конечно выводить 90 градусов для донса может быть очень вот можно сделать брелок вырезать букву в для настоящего олдскульного столяра вот ну посмотрю сейчас еще пара разглядывать у меня вот что для донса вот такой ну хотя он узковат и то есть забыл 35 по моему численики нет не платить то есть если какую-то уже прифуговывать ну банально там не знаю сороковка там еще какие-то в щит склеивать то таким уже нет там торец прифуговываем ну короче наверное все таки для донса надо 50 ну опять же кому кто чем занимается кто то может какие-нибудь подрамники делает или рамочки там самое то больше не надо скажем цена зато заказать то есть там эта ручка не нужно за копейку купить специально почему нет так что я еще и продам это возможно что еще рассказать бритву видел но эту латунную но ручка не родная но хотя опять же для меня то они родные выдачи на токарном не станок советский вроде как они что-то там ценятся ну опять же я не знаю насколько они ценятся для кого то есть насколько они лучше хуже ну вот что еще интересного винт был такой ну с этим для типа тисков там для кофта этого ну без гайки ну опять же а вот там мужика есть для тисков оказывается дома ну я сказал не обещал что куплю ну поглядеть надо ну для деревянных сделать вот эти направляющие вот что еще ну вот собственно все наверное благодарю за внимание всего доброго вот видим есть что мы мы